В выставочном зале Музея Истории города Огненска открылась выставка произведений заслуженных художников России Сергея и Максима Сидоренко под названием «А мир прекрасен, как всегда». Работа исключительно на пленэре. Художники создают удивительно гармоничные по своему композиционному решению произведения. Сергей и Максим Сидоренко – выпускники Крымского художественного училища имени Самокиша и Московского государственно-академического художественного института имени Сурикова. Центральное место в живописи братьев Сидоренко занимает пейзажи и натюрморты. Художники активно занимаются творческой работой, участвуют в московских, региональных, всероссийских и зарубежных выставках. Время от времени совершают творческие поездки и проводят совместные персональные выставки. Мы в Калуге, в Калужском художественном музее, делали выставку персональную в конце прошлого года, 17-го. И там была достаточно обширная выставка, и так получилось, что директор художественного музея из города Обнинска побывал на ней и пригласил нас приехать сюда, в город Обнинск, в котором мы были до этого пару раз, но это было очень давно, и предложил нам сделать выставку в этом музее. Живописцы родом из Симферополя. Каждая их работа несет частичку юга. Каждая передает солнечную энергетику художников зрителям. Братья Сидоренко благодарны прекрасным педагогам, которые с ними работали в Крыму. Они с юных лет учились передавать южный колорит и продолжают работать в этом же ключе. Суриковский институт лишь закрепил то, чем у художников научили в Крымском училище. Братья Сидоренко обожают работать в Венеции, городе, где родилось искусство живописи, где творили знаменитые Тициан, Караваджо, Веронезе. Но, по их мнению, в любой точке земного шара можно найти то незабываемое, что трогает душу и достойное изображение. В Венеции, Крыму, в средней полосе России. Приходите на выставку, все, так сказать, увидите вживую и получите ту энергетику, которую мы постарались передать, соответственно, через наши полотна зрителям. Поскольку здесь практически каждая работа – это именно пленерная работа, то есть написано вживую, с натуры. Когда смотришь на работы братьев, не только восхищаешься тем, как легко и непринужденно написано, но и настроением, которое заключено в каждой работе. Оно сразу передается зрителю, и он ощущает тепло и душевность, исходящие от полотен. Видно, что автор восхищен простым сюжетом. Он везде видит отрадное. Поленов говорил, что нужно писать отрадное. Сотрудники Обнинского городского музея считают, что искусство для того и существует, чтобы делать жизнь прекраснее. И надеются, что обнинцы не раз придут на эту выставку. В процессе, конечно, нам было интересно научиться отличать работу Сергея от работы Максима. Это сложная задача. Ходишь, смотришь, кажется, вот Максим, вот у него такой цвет напряженный. Идешь дальше, смотришь, а работа Сергея. Но это совсем не умаляет достоинства авторов. И мы надеемся, что к концу месяца мы будем их различать. Выставка продолжит свою работу до 29 июля. Вход для посетителей свободный. Елена Агаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.